Удар в лоб. Опять трое погибших в ДТП и одна из худших статистик по смертности на дорогах края. Ход конем. Новинка для казачьего патруля. Сегодня ровно год, как они служат вместе с полицейскими. С интернетом по пути. В Краснодаре начал кусировать автобусы с доступом в Wi-Fi. В Кубани. Безграничные знания на Кубани набирают обороты инклюзивное образование для детей-инвалидов. Это «Факты на девятом». С вами Екатерина Давыдова. Здравствуйте. Три человека погибли в аварии в Эдыгеи. Сегодня на трассе в Тючешском районе лоб в лоб столкнулись два с 21.09 и пассажирская «Газель», в которой было 8 человек. Они ехали из Армавира в сторону Черноморского побережья. Оба водителя и один пассажир «Жигулей» от полученных травм скончались на месте. В больнице сейчас две пассажирки микроавтобуса и двое детей 9 и 14 лет. Личности погибших и пострадавших в аварии уже установлены. Все они жители Краснодарского края. По предварительным данным, причиной столкновения автомобиля стал выезд на полосу встречного движения. В ближайшее время следствием будут назначены несколько экспертиз. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению этого дорожно-транспортного происшествия. Подробности аварии сейчас выясняются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По количеству погибших в ДТП Краснодарский край по итогам 8 месяцев этого года занимает второе место в России. В списке 837 жертв. Такие данные опубликованы на сайте ГИБДД России. На первом месте Московская область. При этом, по данным ведомства, в целом по стране количество аварий снизилось почти на 2%. Все чаще причиной ДТП становится техническая неисправность машин. Этот показатель увеличился более чем на 30%. Много аварий происходит из-за плохих дорог. А вот количество происшествий по вине пьяных водителей по сравнению с тем же периодом прошлого года по стране снизилось на 2,5%. А в то время как в Южном федеральном округе наоборот выросло на 12%. Напомню, с 1 сентября ужесточились штрафы за нарушение правил дорожного движения. Минимальные теперь составляют 500 рублей. Как раз в Сочи столкнулись сразу 5 автомобилей. Авария произошла возле Мамайского тоннеля. По предварительной информации полицейских, ДТП произошло из-за того, что у КамАЗа лопнуло колесо. Автомобиль развернул, и он столкнулся еще с четырьмя машинами, газелью, бетонной мешалкой и двумя легковушками. Прибывшие на место бригады скорой помощи диагностировали черепно-мозговые травмы у двоих человек. Еще один попал в городскую больницу с закрытым переломом лодыжек. Сегодня ровно год, как казаки кубанского казачьего войска охраняют общественный порядок в крае вместе с полицейскими. И результаты уже впечатляют. По данным краевого управления МВД, преступность в регионе снизилась. Но теперь власти намерены пойти дальше, увеличить численность дружинников и отправить на дежурство конные патрули. Яна Маскаленко подробнее. Маршрут патрулирования несколько километров. Десятки улиц, вокзалы, рынки, там, где всегда много людей. Злачное место для карманников – улица Вишнякова. Выражаясь языком профессионалов – сложный квадрат. Из толпы прохожих патруль выявляет подозрительных. Собственное чутье казаки и полицейские подкрепляют фактами. По документам проверяют наличие уголовного прошлого. Работа в казачьем патруле не из легких. 12-часовая рабочая смена. Казаки и полицейские пресекают драки, задерживают вооруженных преступников. Шутят. За год таких историй уже набралось на целый детектив. Они что-то там не поделили. И достал нож и ударил. Об этом мы узнали чуть попозже, когда разнимали драку. Ровно год Кубань прожила под знаком службы казачьих патрулей. За это время ряды тех, кто охраняет улицы кубанских городов и станиц, пополнились на полторы тысячи казаков. А совместные наряды полицейских и казаков-дружинников стали визитной карточкой региона. И смотря на разводы и подготовка к разводам, это уже чувствуется, что город живой, город наш. Наш город. Казачий. К давщину. С момента образования дружин Кубанское казачье войско отмечает торжественным разводом. Перед зданием Кубанского парламента чеканят шаг казаки со всего края. Как и на службе, в строю, плечом к плечу с полицейскими. Атаман войска Николай Далуда лично проверяет выправку дружинников. Все люди видят. Помните об этом. Тысячи глаз смотрят за вами. Я благодарю вас за службу. Вы действительно заработали очень серьезный авторитет за этот год. Год назад инициативу Кубани создать совместные патрули восприняли неоднозначно многие. Но только не в самом регионе. Сегодня перенимать опыт в край приезжают делегации из Ставрополья. А по примеру кубанских в дружины стали ростовские, московские, санкт-петербургские, омские и даже казаки на Дальнем Востоке. Прошедший год доказал. Там, где казачьи дружины работают бок о бок, причем к плечу с полицией, патрулируя совместно наши улицы, там есть порядок, там идет реальное резкое снижение преступности. Потому что для казака совершенно очевидно служение Отечеству, православной вере, собственному народу. Это выше личных интересов. Потому что главное для казака, для кубанского казака, это, конечно, его честь. Было время, когда старались сломить нашу волю, когда пытались предать забвению нашу историю и лишить наших исконных традиций и православной веры. Но несмотря на ад, через который пришлось пройти российскому казачеству, мы живы. Мы возрождаемся, мы объединились, чтобы в полный голод заявить о своей самобытности. И сегодня, вслед за предками, повторяем слова казачьей молитвы. Слава Богу, что мы казаки. 10 тысяч правонарушений, 600 преступлений раскрыто за этот год благодаря совместной службе казаков и полицейских. Задержаны 200 человек, которые находились в федеральном розыске. Еще одна впечатляющая цифра. Преступность на побережье в летние месяцы снизилась на 40%. Более двух тысяч кубанских казаков участвуют в защите государственной границы, природоохранных мероприятиях и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это кроме полутора тысяч по охране общественного порядка и кроме тысячи казаков, которые занимаются несением охраны общественного порядка на добровольной основе. Этот год был годом становления совместной работы казаков и полиции. Атаман войска и начальники главка не отрицают. Не всегда было просто. Но сработались. Уличная преступность снизилась в разы. Миграционная служба в борьбе с нелегальными мигрантами тоже привлекла казаков кубанского казачьего войска. Надо двигаться вперед. От охраны правопорядка, совместного патрулирования на улицах в общественных местах мы должны уже переходить и к установлению сторожевых постов в каждой станице, в крупном населенном пункте, перекрывать границы Краснодарского края. Особенно беспокоит Северный Кавказ. Добавить работы казакам, правда, уже с более воспитательным уклоном, предлагает и Александр Ткачев. Наши дети уже изучают, подчеркну, уже более пяти лет изучают кубановедение. Мы заложили это семя пять лет назад. Мы практически реально будем отличаться от других территорий нашей страны. В лучшую сторону. Своим патриотизмом. Вот на этой основе и воспитываются наши дети. Мы более того хотим, чтобы в каждой школе Краснодарского края был прикреплен казак-дружинник. Казак, естественно, как авторитетный человек, он будет, знаете, живым символом, олицетворением из нашей истории, наших традиций, наших корней. С 1 января 2014 года мы увеличиваем нашу казачью дружину на 500 человек. И мы найдем на эти средства. Дружинникам добавится и конная группа. 50 казаков на лошадях будут теперь патрулировать кубанские улицы. За увеличение количества патрулей выступил и председатель Кубанского парламента, по словам Владимира Бикетова. Судя по обращениям к депутатам ЗСК, это позиция большинства жителей края. Это тот случай, когда цель оправдывает средства. Деньги, которые вложили на содержание, они обернулись спокойствием, порядком, раскрытием преступлений. Я не буду называть те цифры, которые здесь уже прозвучали. Скажу о тех ощущениях, которые испытывают люди в выходные, праздничные дни. Я вижу ощущение спокойствия и комфорта. Потому что и полиция, и казаки ненавязчиво, спокойно, они следят за порядком. Кстати, если говорить о политической составляющей, то последние выборы показали. Авторитет казаков в регионе растет. Главой станицы Анастасиевской стал атаман. Мэром Крымска стал бывший атаман Славянского района. Калининским районом теперь тоже руководит казак. Честь, совесть, долг, а в общей сложности неподкупность. И прежде всего, принесение именно казачьей службы, пользовались этим оружием. Продажа своей чести, продажа своей потисовести. Самый величайший позор всегда был для казаков. Больше смерти. Остерегайтесь позора. Служебный долг превыше жизни. Еще один наказ от казачьего полковника Павла Захаровича Фролова. Казаки служили и служат не за жалование, а по зову крови. Так говорили старики, так думают сегодня те, кто был у истоков создания казачьих дружин в городах и станицах. И те, кто заступают на службу, оправдывают их ожидания. Вдове атамана станицы Менгрельской Сергею Осменину, который ценой собственной жизни спас подростка от вооруженного преступника, губернатор вручил сегодня высшую награду Краснодарского края. Когда случилась эта трагедия, мы поняли, что мы должны издать новый орден, новую медаль, звезду за героические подвиги, по служению нашей отчизне, нашей малой родине Кубани. И поэтому эта первая звезда, герой Кубани, впервые вручается казачьему атаману. Здесь присутствует вдова атамана Светлана Сергеевна. Я прошу принять эту награду. На самом деле ваш муж, пример мужества и героизма, настоящий патриот своей родины. За этот год казаки оправдали доверие не только жителей края. По инициативе правительства страны, дружинники кубанского казачьего войска будут охранять правопорядок во время Олимпиады в Сочи в феврале следующего года. Яна Маскаленко, Евгений Вольский, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар. После торжественного развода полиции казаков, здесь же, на площади перед зданием краевого парламента, Александр Ткачев провел рабочую встречу. На незапланированный деловой разговор губернатор пригласил руководителей муниципалитетов. Отдельно говорили на тему прошедших выборов. Те, кто только избрался, и уже опытным управленцам, Александр Ткачев посоветовал не расслабляться. Спортливо трудиться на благо Кубани и при этом работать в тесном контакте с депутатами местных собраний, чтобы не повторились времена, когда исполнительные власти законодателей не могли найти общий язык, а ситуация в крае была нестабильная. В этом здании сидели у нас, вы помните, кто? Проходимцы, шарлатаны и просто больные люди. Это было не так давно, 15 лет назад. Это парламент, который только занимался личным интересом и, так сказать, решали. Вот и все. Но мы же сами, собственно, поняли, что так нельзя. Вовремя остановились и, в общем-то, и людей призвали, и объяснили, и доказали, что депутаты должны быть адекватными, депутаты должны быть ответственными людьми. Поэтому вот сегодня у нас другой совершенно парламент, рабочий парламент, который союзник вместе с исполнительной властью, который, так сказать, отвечает тоже за результаты труда, экономики в нашей крае, социальной жизни, политической, как о чем угодно. То же самое каждый из вас должен иметь, в общем-то, рабочий парламент, депутатов, коллег, соратников. Вот что нам нужно сегодня. Эффективность работы любого главы оценивается по результатам. Мэром Александр Ткачев дал совет не отсиживаться в кабинетах, а выходить к людям, больше прислушиваться к их мнению, совместно обсуждать проблемы. В то же время руководители муниципалитетов не должны забывать и об экономических показателях, наполняемости бюджета. Ведь от этого зависит благополучие каждого жителя края и облик городов и станиц. 150 дней осталось до начала зимних игр в Сочи. И сейчас главная работа на олимпийской стройке – благоустройство территории и проведение коммуникаций. В этом строителям помогают бригады со всех муниципалитетов края. Опираясь на опыт Крымска, города и районы Кубани организовали в Сочи так называемые олимпийские штабы. Бригады, состоящие из различных специалистов, благоустраивают Олимпийский парк и медиа-центр. Большие силы брошены и на инфраструктуру курорта. К примеру, рабочие из Новопокровского района задействованы на прокладке новые теплотрассы в центре Сочи. Этот коммунальный объект должен быть сдан к 1 ноября. Как говорят руководители штаба, люди работают с самоотдачей. Для них в Сочи созданы хорошие условия. Проезд, проживание и питание рабочий взял на себя край. Здесь задействовано много районов. Есть определенный график, в соответствии с которым мы работаем. Абсолютно на добровольных началах люди понимают всю долю ответственности. И с огромной радостью и хорошим настроением оказываем данную помощь. На Олимпийских объектах сегодня трудятся 75 тысяч строителей. Однако дополнительные рабочие силы на завершающем этапе оказались как нельзя кстати. Бригады из районов меняются каждые 10 дней. В один заезд в Сочи трудятся около тысячи кубанцев. Скачать книгу, почитать свежие новости и зависнуть в интернете совершенно бесплатно можно будет во время поездки в общественном транспорте. В Краснодаре сегодня запустили первый автобусный маршрут с бесплатным выходом в сеть. Ирина Патронова протестировала Wi-Fi и едва свою остановку не проехала. Маршруту 2Е не привыкать к экспериментам. Внутри салона уже установили кондиционеры, теперь проверяют работу Wi-Fi устройств. Через них бесплатно выходить в интернет может каждый пассажир. Хотя скорость планируют увеличить пока что на среднее 1 мегабит в секунду. Подумали и о безопасности маленьких пассажиров, оставили блок на посещение сайтов для взрослых. Пока человек едет, у него есть время прочитать книжку, у него есть время воспользоваться услугами. Может быть даже написать на сайте ГИСК РДРУ, оставить какую-то информацию о волнующем его вопросе в городе. Чтобы установить такое оборудование в одном автобусе нужно около 6 тысяч рублей. Сейчас выйти в интернет через Wi-Fi можно уже в 7 машинах маршрута 2Е. Если оборудование и провайдер не подведут, городские власти планируют оснастить бесплатным интернетом и другие виды общественного транспорта. Есть Wi-Fi и на улицах города. По муниципальной программе «Электронный Краснодар» в Кубанской столице заработали 6 зон свободного доступа в мировую паутину. В основном это оживленные парки и скверы. Всегда должна быть беспроводная сеть, должен быть всегда интернет, потому что интернет уже правит миром. Хотелось, чтобы качество было помощнее Wi-Fi. Современные технологии заработают и для автомобилистов. Уже 1 октября по заверению власти города в Краснодаре должны появиться автоматизированные парковки. Оплатить время стоянки можно будет не только наличными, но и через банкомат или терминал, по транспортным и парковочным картам, а также через СМС. В Краснодаре появятся бесконтактные технологии. К примеру, оплатить свой проезд в транспорте можно будет через специальные банковские карты или даже через мобильный телефон, просто приложив их к считывающему устройству. Такие новации работают по всему миру. В Токио, Нью-Йорке, Париже, Москве. Однако, когда они появятся в Краснодаре, пока не ясно. Ирина Патронова, Михаил Власенко, Михаил Бойправ, 9 канал, Краснодар. Это еще не все факты. Вот что будет далее в программе. С микрофоном на минное поле. Российских журналистов учат работать на войне. Безграничные знания. На Кубани набирает обороты инклюзивное образование для детей-инвалидов. Родился, но характера пока не проявил. Почему наврожденному Якуль Веносову в Геленджите не хозяин? Давайте имя. Все это и не только узнаем. Сразу после рекламы. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве сотрудника правоохранительных органов. Его фигурантом стал житель станицы Крупской Василковского района. В феврале оперуполномоченные и участковые прибыли по вызову в один из домов. Его обитатели пожаловались на соседа. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал им расправой. Полицейским удалось утихомирить разбушевавшегося мужчину. Он сообщил, что больше не будет оказывать сопротивление, и правоохранители перестали удерживать его силой. Воспользовавшись этой ситуацией, злоумышленник зашел в другое помещение, взял нож. И, зная, что в темноте он особо не приметен, подошел к оперуполномоченному и нанес ему три удара ножом, в том числе пробив ему грудную клетку. Оперуполномоченный Сергей Стальной от полученных ран скончался на месте. За убийство полицейского обвиняемому грозит пожизненное заключение. Начальник краевого управления ФСБ встретится с гражданами. Михаил Власенко завтра проведет личный прием жителей края. Люди смогут задать вопросы, входящие в компетенцию ведомства. Встреча с гражданами пройдет в Краснодарской приемной президента России с 10 утра до полудня. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Как не подорваться на растяжке, чтобы выдать в эфир новости? Этому учат новороссийские на курсах экстремальной журналистики «Бастион». Приехали около 60 корреспондентов, операторов и фотографов со всей России. В том числе и представители 9-го канала. Их поселили в настоящей казарме, одной из частей ВДВ. Журналистов готовят к работе во время боевых действий и при чрезвычайных ситуациях. Занятия проводят на полигонах, где обычно тренируются десантники. В первый день военные предложили представителям СМИ пройти через минное поле и увидеть растяжку раньше, чем выступить на нее. Также у нас вот здесь представлено то, что под противником находилась граната. Военные попытались объяснить журналистам элементарные правила для саперов и рассказали, как понять, где может находиться мир. Если вы обнаружили какой-то элемент сухой травы, а вокруг все зеленое, то здесь может находиться взрывоопасный предмет. То есть выкапывали землю, зарывали какие-то либо инженерные боеприпасы. Курсы «Бастион» продлятся неделю. За это время журналистов научат оказывать и первую медицинскую помощь, и подготовят к работе в полевых условиях. Более 2,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья на Кубани обучаются инклюзивно. То есть каждый день ходят в школу или вуз и сидят за партами вместе с обычными учащимися. Ставку на такой вид обучения делают и власти. Об этом говорится в новом законе об образовании. Как развивается обучение инвалидов на Кубани и из-за чего зависит их выбор, расскажет Анжелика Ефимова. Ежедневные пары в медуниверситете. Работа в волонтерском центре. В таком ритме Данил Белгородцев живет уже 4 года. Студент фармацевтического факультета инклюзивное обучение выбрал еще в школе. Отучился 11 классов и по отцовским стопам пошел в медики. Я еще с детства любил химичить. Да и плюс ко всему в моем положении это, ну как бы мое призвание помогать людям. В планах есть открыть аптеку, тоже оборудованную специально для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли закончить фармацевтический факультет здесь и потом работать у нас. Подобный путь избрали для себя более 2,5 тысяч человек. Столько школьников и студентов сегодня обучаются инклюзивно. Чтобы они чувствовали себя комфортно, учебные заведения края оборудуют всеми необходимыми средствами. Пандусы, поручни, автоматические двери. Помимо этого подготавливают кадры. Это, конечно, педагоги, которые имеют особые специальные знания, умения, которые могут работать с ребятами, с особыми нашими детьми. Ну и, конечно, это подготовка и самого общества, и тех самых ребят, и тех классов, и их родителей к тому, чтобы совместно с ними, инклюзивно обучался ребёнок с ограниченными возможностями здоровья и ребёнок-инвалид. Подготовка общества – одна из самых трудных задач. Порой инклюзивное образование вызывает массу споров со стороны родителей обычных детей. Так, в конце прошлого года в Станице Воронцовской прямо на уроке у мальчика-инвалида началась эпилепсия, когда родители остальных учащихся потребовали выгнать его из класса навсегда. Как показывает мировая практика, в других странах инклюзивное обучение способствует развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, а их партнёры по партам в себе развивают толерантность. На Западе огромное внимание уделяется реализации инклюзии во всех сферах жизни, потому что речь идёт в данном случае о реализации прав человека. Это то общество, в котором все абсолютно граждане могут жить полноценной жизнью. Правда, не всем детям-инвалидам инклюзия подходит. Порой специальная комиссия из медиков и педагогов не одобряет эту форму обучения из-за болезни. Некоторым детям требуется помощь специалистов, которую могут оказать только в коррекционных школах. На Кубани таких заведений свыше 50. В интернате для глухих и словослышащих учат слушать, а в школе для инвалидов-опорников заново ходить. Многие дети изначально передвигались при помощи коляски. Сейчас они передвигаются при помощи ходунков. Надеемся, в дальнейшем их ходунки уйдут в прошлое. Дистанционное обучение – ещё одна форма для получения знаний. Дома по скайпу сегодня учатся более 700 человек. Однако проект нового закона об образовании не случайно призывает к инклюзии. Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья вполне могут ежедневно посещать уроки или пары. Ещё в 2008 году на Кубани инклюзивное образование было в диковинку. Спустя 5 лет это становится нормой. Конечно, ещё предстоит многое сделать, начиная с переоборудования учебных заведений и заканчивая переосмыслением проблемы. Пока общество не поймёт, что каждый ребёнок – уникальная личность, для людей с ограниченными возможностями здоровья доступ к знаниям будет оставаться ограниченным. Анжелика Ефимова, Дмитрий Ланин, 9 канал, Краснодар. На Кубани идёт сезон охоты на перепелов. Для одних это отличный повод поупражняться в умении добывать дичь, для других – лишь способ отдохнуть на природе. А после охоты вместе с друзьями вспомнить, как гонялись по полям за птицами и попробовать любимое блюдо охотников – шулюм. Полезно, приятно. Да, совмещающее. И здоровье, и отдых в то же время. Интересно даже собраться в такой компании после охоты. Даже не факт, что что-то убили. Как выглядят современные охотники и зачем они тратят десятки тысяч на снаряжение, чтобы пострелить маленького перепела, покажет сегодня такая жизнь сразу после фактов. В Геленджикском сафари-парке на свет появился необычный як. У пары Тайсона и Маруся родился малыш-альбинос. Белая краса он унаследовал от папы. Детёныш ещё не твёрдо стоит на ногах и не отходит от мамы. Такие яки в дикой природе живут на Тибете, в Гималаях. И в неволе потом стыдают редко. А в сафари-парке Геленджика Тайсон и Маруся поселились 4 года назад. И маленький альбинос не первый малыш в их семье. Два года подряд целята рождаются. В прошлом году родился в октябре чёрненький. В этом вот три дня назад белый, зелёный человек. Сотрудники сафари-парка уже осмотрели детёныша и определили его пол. Это мальчик. А вот кличку новому питомцу ещё не придумали. Обычных животных называют чуть позже, когда они подрастут и покажут свой характер. Годы не имеют значения. Сегодня под таким девизом в Краснодаре прошёл бал ветеранских коллективов под названием «Ровесник». Больше часа пенсионеры танцевали практически без остановки. Праздник приурочили к наступающему юбилею Краснодара. Впрочем, поводов закружиться в вальсе сегодня было много. Инна Львысканян обо всём по порядку. Это наше бальное платье. Наше любимое платье. Оно яркое. Мы так молодо выглядим. Модничать, когда тебе слегка за 60, тоже можно, уверена Людмила Трофимова. Не отстаёт от неё и партнёр Валентин Максимов. На пенсии он решил сменить военную форму на фраг. Вместе они танцуют уже 4 года. Незабудки, сударушки, россиянки. Сегодня танцевальные папра демонстрировали 11 ветеранских ансамблей Краснодара. Двигались артисты под живую музыку. Им аккомпанировал духовой оркестр. Полонез, кадриль, подыграс. Всё это сегодня они посвятили наступающему 220-летию Краснодара. Проприятие посвящено Дню Города. А наши ветераны почти все восстанавливали его после войны, строили его, украшали. Они настолько любят танцевать, что они готовы танцевать когда угодно, где угодно и при любых обстоятельствах. Я вообще люблю и балли, и классику, и латино люблю очень. Танцую латино. И восточный танцую. Так что не-не-не, боже упаси. Мы тут все как одним вирусом заражены. Танцуют все. Вот сегодня у меня было давление. Я пришла, всё, растанцевалась. И я прекрасно себя чувствую. Хоть танцы были и бальные, не забыли ветераны и о спорте. Сегодня ровно 150 дней до начала Олимпиады в Сочи. Поэтому свои «па» они посвятили и будущим играм. Нина Львосканян, Антон Калиниченко, 9 канал, Краснодар. В Кубани стартовал финал третьих президентских спортивных игр. В заключительном этапе всероссийских соревнований для школьников за звание лучших поборется больше 3000 учащихся со всей страны. Одна из двух площадок игр открылась во Всероссийском детском центре «Орленок». Там определяют победителей в уличном баскетболе, плавании, легкой атлетике, пулевой стрельбе и велоспорту. Все участники финала победители региональных этапов соревнований. Мы очень рады, что мы будем представлять эту республику на таких соревнованиях высокого уровня. Надежда хотя бы быть где-нибудь в середине, потому что мы знаем, что здесь дети очень разных уровней. Классная база, классные организаторы, потому что здесь хороший опыт проведения таких. Здесь вообще великолепное место. Программа совершенствуется. Это очень важно, что игры эти не статичные, они развиваются. Вторая площадка соревнований откроется в Анапском детском центре «Смена». Там школьники будут состязаться в спортивном многоборье, мини-футболе, бадминтоне, а также в творческом конкурсе. Финальная часть игр продлится две с половиной недели. В студии «Фактов» к нам присоединяется Сэм Селезнев. Сэм, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот сегодня про боевые единоборства вас хочу спросить. Знаю, вам есть что рассказать про намечающиеся турниры. Рассказывайте. Да, Катя, уже меньше, чем через месяц в Краснодаре пройдет турнир по кикбоксингу и смешанным боям. И самое главное, что в этом турнире примет участие мировая звезда. Я так понимаю, прямо сейчас вы не расскажете. Увы. Все подробности сейчас «Факт экспорт». Чемпион мира Европы по тайскому боксу, один из сильнейших легковесов мира, россиянин Джабар Аскеров, следующий поединок проведет в Краснодаре. 4 октября он сразится с чемпионом Европы по кикбоксингу немцем Марко Грохом. Бой пройдет по правилам К1, одной из самых зрелищных версий кикбоксинга и станет главным событием турнира «Южный фронт-2». В кубанской столице Аскеров выступит не в первый раз. В марте он победил здесь голландца Мохаммеда Медхара. Помимо этого поединка в рамках турнира пройдет еще минимум пять боев по правилам смешанного стиля. Вторую подряд ничью в чемпионате России добыли футболистки Кубаночки. В гостевом матче они разошлись миром с Мордовочкой 1-1. Начало встречи осталось за краснодарками. Они открыли счет уже на первых минутах. Отличилась Гайне Кастанян. Продолжила владеть инициативой Кубаночкой и дальше, однако не сумела реализовать свои моменты. В отличие от Краснодара, хозяйки использовали один из немногих шансов и сравняли счет на 68-й минуте встречи. Эта ничья позволила краснодаркам сохранить шестое место в турнирной таблице. В следующем матче Кубаночка проведет в пятницу на домашней арене. Наша команда примет лидера чемпионата Рязань ВДВ. Сочинский тяжелоатлет Вячеслав Яркин стал победителем первенства Европы. В Литве в сумме двойборья кубанский спортсмен поднял 256 килограммов. Он выступал в весовой категории до 62 килограммов. Эта победа стала самым крупным успехом в карьере 17-летнего тяжелоатлета. До этого Вячеслав дважды завоевывал серебряные медали первенств континента. Напомню, еще одну медаль соревнований, бронзовую, завоевал другой сочинец Илья Атнбаев. Он выступал в весовой категории до 85 килограммов. Краевая сборная по эстафетному бегу заняла первое общекомандное место на чемпионате России в Адлере. В активе наших ликотлетов шесть медалей по две каждого достоинства. Победы представители Кубани одержали в беге 4 по 110 метров с барьерами, а также в шведской эстафете. В этой дисциплине первый спортсмен бежит 400 метров, второй 300, третий 200, четвертый стометровку. По итогам соревнований сборная Края передела Санкт-Петербург и Московскую область. Девять медалей завоевали кубанские яхтсмены на первенстве России в Тольятти. Парусные гонки среди спортсменов до 20 лет прошли в семи олимпийских классах яхт. В активе представителей Края три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Победами отметились Анапчане, Кристиан Чех и Максим Черенков. Они выступали в классе 470. Владимир Ефимьевский занял первое место в лазер-радиале. В этом же классе победила и Соченко Екатерина Зюзина. Но далее погода со Светлана Листовой. У меня же на этом все. Всего хорошего. До новых встреч. Добрый вечер, мои дорогие любители хорошей погоды. В начале сентября наш край резко шагнул в прохладную осень. Но была надежда на то, что лето вернется хотя бы ненадолго. И вот, синоптики уже несколько дней говорят о том, что тепло придет. Конечно, на улице не будет той июльской духоты и температуры под 40. Но купание в теплой морской воде нам еще предстоит. Как скоро это случится, давайте разбираться. Смотрите. Циклон, который нагнал на край осенний мрак, ушел от нас. И над нами сейчас поле повышенного давления. Со стороны Черного моря к нам подошел антициклон. Поэтому осадков не ждем, будет солнечно и тепло. Но из-за обильных дождей влажность повышенная. Поэтому ночью и утром увидим туманы. Хорошая новость. Температура каждый день будет повышаться на градус. Давайте подробнее узнаем, что нас ждет в крае. Итак, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Ночью прохладно. 10-15. В предгорных районах показатели еще ниже. 5-10 тепла. Днем, как и вчера, температуры не поменялись. 20-25 градусов. Но осадков не будет. Поэтому будем надеяться, что солнце прогреет воздух и станет комфортно. На Черноморском побережье дождя не ожидается. Может быть, он где-то и покапает, но недолго. Морская вода в Азовском море остыла. 18-20. А в Черном море еще теплая. 22-24 градуса. Давайте посмотрим, где самые высокие температуры. Сочи, Крымск, Краснодар. Там плюс 25. Самые низкие. Ейск, Белореченск, Приморско-Ахтарск. Там плюс 20. Жители Краснодара не промокнут под дождем. Единственное, что может потревожить, это туман, который появится ночью и утром. Ветер северо-восточный. 3,8 метра в секунду. Утром плюс 14. Днем 25. Вечером 18 тепла. Давление все еще высокое. Друзья мои, солнце пробивается к нам и будем надеяться, что такая погодная приятность в виде тепла будет с нами еще не один день. Вы не забывайте улыбаться и самое главное не болейте. Удачи, любви и тепла. Пока.